Всем привет! Сегодня в нашем меню шашлык из свинины. Пока стоят последние теплые венки, спешим выехать на природу. Ну и конечно же тут без шашлыка не обойтись. Чтобы мясо получилось срочным и вкусным, надо его правильно замариновать. Чем мы сейчас и займемся. Перечень необходимых ингредиентов и их количество смотрите в описании под видео. Берем кусок мяса и разрезаем его вдоль волокон на полоски шириной примерно 5 см. Затем каждую полоску мяса визуально делим на равные части и нарезаем поперек волокон на порционные куски. Весом примерно 50-60 грамм. Насколько будет мягким и сушным ваш шашлык, зависит не только от маринада, но и от сахарного мяса. Оно должно быть непременно свежим. И брать надо свиное яблочко. Итак, мясо мы порезаем. Перекладываем его в миску или любую другую подходящую посуду. И отставляем пока в сторону. А сами займемся лаком. Разделяем весь стул примерно пополам. На первую часть нарезаем кружочками. Больше всего брать небольшие лакомы. Так как эти кружочки потом будем насадывать вместе с мясом на шампун. Вторую часть лука режем на 4 части. Здесь размер лука значения не имеет. Главное, чтобы было удобно закладывать весь мясо. Порезанный лук пропускаем через мясорубку с кем-то решеткой. И теперь возвращаемся к нему. Добавляем к нему соль, молотый черный перец, сладкую паприку, сушеный базилик, молотый лук и хорошо перемешиваем. Затем добавляем лук кольцами. И еще раз аккуратно перемешиваем, чтобы кольца остались целыми. В конце вливаем немного воды под кольца температуры. Это для того, чтобы специи лучше растворились в гранитре мя. Закрываем мясо пищевой пленкой или крышкой и отправляем в холодильник желательно не меньше, чем на сутки. За это время мясо несколько раз перемешиваем. Примерно за час до жарки, обычно я это делаю в перевозном материале, вбиваем мясо подсолнечной массой. Перемешиваем. Перекладываем его вокруг и закрываем крышкой. Так удобнее перевозить. Вот мы и на месте. Укли уже доведели до нужного состояния, жарку на литре. Насаживаем теперь наше мясо на шампиурах, чередуя его с углом. На литрой кусочки нужно вдоль лобоком без промежуток. Мы не слишком прижимаем их друг друга. Не забывайте вставлять пищу. Теперь выставляем наш шашлычок в банк и жарим примерно пол с ума на умеренном огне. При этом шашлык время от времени переворачиваем и периодически поливаем пивом. Можно также поливать сухим вином или минеральной водой. Вот и всё. Сочный и очень вкусный шашлык готов. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал.